5 октября мы находимся в отеле, который бесплатно предоставляет фаст-трек и бизнес-зал в аэропорту для гостей, которые бронируют отель на 7 или более ночей. В настоящий момент у нас здесь туристы отдыхают за 25 тысяч рублей за ночь без перелета. Мы здесь находимся за 33 тысячи за ночь, тоже без перелета. Хорошая заявка на премиальность отеля, да? Да, посмотрим, чем же он примечателен, какие плюсы и минусы в этом отеле. Очевидно, плюсов много и, очевидно, минусы мы уже нашли. Приятного вам просмотра! Отель называется Калиста Лакшер Резорт. Да, мы находимся на балконе нашего номера. Номер уже, как вы понимаете, использованный. Мы навели порядок более-менее и надеюсь, это не будет вас сильно беспокоить. Мне нравится, что на балконе есть большой удобный лежак. Можно лежать, пить кофе, читать книжку с видом на море. Конечно же, у нас очень красивый вид. Мы живем в пятом корпусе на последнем этаже. И вид у нас на море и на всю основную территорию. Также есть посадочные места на том же самом балконе. Можно не только лежать и пить кофе, но и сидеть, и разговаривать, и пить кофе. Что у нас здесь? Прекрасные цветы. Первое, что заметила Маша при заселении, они действительно живые. И эта мелочь, она, безусловно, приятна. Что я еще заметила, когда мы заехали? Номер, конечно, очень большой, просторный. Но мебель вся уже сделана давно. То есть про то, что мы и будем говорить в этом отеле. Есть и плюсы, и минусы. Все сделано качественно, добротно, но она уже... Такая хорошая Милфа. Да, мы называли это отель Милфа. Здесь у нас отсек для хранения. Также с той стороны дедушкино место, так сказать. Очень много зеркал в номере. Одно из них вы видите перед собой. Тумба, которая совершенно никаким образом не используется. Я не знаю, может быть, если приехать на месяц, тогда эти ящики можно позаполнять носками. А это сколько носок-то с собой надо взять? Такой огромный телевизор с этим, мы даже его не включали. Есть большая кровать, скорее всего, так, king size. Да, что у нас по кроватям, получается, наша мастер-спальня, да? И мастеренок вот здесь у нас спит. Причем спросили нас, принести вам дополнительную кровать экстра-бет или нет? Или будете на софе спать? Я попросила принести, и у нас теперь поэтому гигантское пространство для сна. Прикроватные фонари, прикроватные тумбы и прикроватная вот такая технологичная штуковина, с которой, ну вот с ней я как-то не сдружился. Почему? Потому что есть еще... Что? Умный дом называется. Умный дом. Оказывается, он поумнее. С кондиционером мы дружим через это устройство на стене. Оно из нашего, так сказать, из нашей молодости. А вот с приложением чуть попроще, там попонятнее. Ну, например, можно дверь открыть, можно свет повключать, повыключать. В ванной можно так камеру включить, посмотреть, что там жена делает. Итак, перед нами... Мини-бар. 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 Есть чай, кофе, здесь все стандартно. И в самом холодильнике, помимо основных напитков, есть еще энергетик, что из необычного. Смотрю, кто-то уже открыл снеки небольшие. И что-то... Минералка и вода. Все остальное здесь как было, так и есть. Мне кажется, есть все, но мы это и все не пьем, поэтому стоит. Вновь зеркало, по заднюю часть тоже зеркало. И что по... Огромный шкаф-то еще хотел сказать. По комнате, да, большая шкаф. В общем, здесь все такое большое-большое. И, ну, конечно же, сейф. Гладилка, кстати, из важного. Утюг есть. Ну, здесь тоже вешалки и место для хранения. Кстати, проблем... Презерватив даже лежал. Тапочки. Пойдем в ванную. И здесь, ну, здесь просто вешалки. А, при заселении дают бесплатную сумку Каллиста. Мне, кстати, очень понравилось. Она легкая, плетеная. И лежит у нас уже тут который день. Да. Я ее с собой заберу. В следующий отель. А, вино это стандартная, я так понимаю, история. Это не то, что для нас как-то... Причем вкусное. В коем-то веке при заселении было вкусное вино. Видите, какие пространства большие? Ну, номер действительно большой и, ну, хорош. Впрочем, как и ванна. Большая и тоже милфочка. Милфочка. Тесновато в душе. Но мне нравится, что есть душ и ванная. Но мыться мне не очень удобно. Потому что... Да. По центру душ находится и льет во все стороны. Из прекрасного в этом отеле это косметика Муглер. Очень мне она понравилась. Вторая после Булгари. То, что мне теперь нравится в отеле. Ну, и очень хорошее наполнение. Данного шкафчика. И зубные щетки, пасты, женские средства личной гигиены. В общем, все здесь, все, все есть. Даже для... Материалы хорошие, добротные. Им уже, наверное, вот как мне лет-то. Здесь чисто. Здесь чисто. Но, видите, это все предыдущий, как сказать, немножко век. Да. Ну, я вообще от номеров ожидала хуже. Я довольна номером. А знаете, как удобно через приложение? Это мы, наверное, сейчас не будем показывать. Просто поверьте. Через приложение открывать ключ. Давай. Пук-пук. Открывать номер, вернее. Можно причем это даже делать. И вообще совсем другого места. Ребенок вам позвонил, и вы ему открыли. Хотя, опять-таки, ребенок может сам остановить. Если у него есть телефон. Мы живем в одной из шайб зданий. Они шайбочками расположены по территории. На последнем этаже, внизу, лобби нашего здания. Последний этаж, это третий этаж. Лифт панорамный, поскольку он здесь. Давайте на нем спустимся. Да мы никогда его не ждем. С летаем, проблем нет людей. Кстати, отель в полном стопе. И люди разотачиваются в отеле. Всегда есть пустые места, лежаки, столы. Мне тоже это очень нравится. Конечно же, он очень зеленый, красивый. И вот эти круглые здания занесены в какую-то там книгу или что-то. Я думаю, что... Какой уникальный проект. И книга тоже круглая. Потому что круглую стилистику буквально во всем поддерживают. Даже столы. А, кстати, мы еще успеваем на завтрак зайти и продемонстрировать. Сегодня завтрак был прекрасен. Продемонстрировать то, что там и острова-то с выкладкой еды также стилизованы под круглые шайбочки. И вот все здесь круглое. Мы, получается, живем в самом крайнем корпусе, ближе к морю? Наш корпус пятый. И прямо напротив нас есть центральный пулл-бар. Наверное, как раз туда еще и пройдем. Чтобы понимать, направо это море. Что еще там есть? Детский клуб, аквапарк, снэк-бар, пулл-бич-бар. Тинейджерский клуб. Почти все там находится. Да, клевый бар есть. Там обязательно мы зайдем. Но это уже как-то во второй половине видео будет. Обязательно туда зайдем, похвастаемся. Где же мы? И не только мы. Проводим основную часть времени. Перед нами еще один главный бар, пулл-бар. Там корпуса находятся, по-моему, вот в той части виллы находятся. Но мы пройдемся же, покажем все. Да. И по левую руку главный корпус. Туда мы сейчас и направляемся. Кстати, мы говорим, что что требует реновации. Но хочу заметить, что отель как раз таки начал этим заниматься. Этой зимой был реновирован полностью детский клуб. Также бич-бар, куда мы в конце пойдем, тоже был заново построен. Поэтому здесь все это уже происходит. Огромный бассейн. Опоясывает территорию. Вот он и там. Он и по левую руку. И туда заходит. Абсолютно везде. Это один из основных главных баров. Пулл-бар. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Ничего не выставили, кстати. Ну вот, наверное, до самых интересных напитков дошли. Перечислять не будем. YouTube неоднозначно относится к перечислениям. Видите, да? Ну вот. Вот хорошие ребята. Вот хорошие ребята. Они сейчас не все выставили. Они убирают на ночь? Да, не все. Здесь еще есть голубенькая вон там бутылка. Вот тоже есть любители. И по... Есть и коньяки. Есть и коньяки. Вот они как раз находятся. Многие-многие любимые. Кроме того, в этом баре находятся небольшие сцены и проходят вечерние выступления. И вот, например, да, живая музыка. Вчера выступала русская группа, пели песни не только русские, но и в стиле Альбред Майрхарт, наш любимый особый стиль. Вчера было три шоу, получается, здесь живая музыка играла, потом афитеатр. И мы пройдем, покажем. Было шоу-выступление «Фокусники», но в новом формате, такого еще не видела. И дальше была уже живая музыка на пляжном баре. То есть подряд после ужина вы заняты. Перед нами уличная часть главного ресторана. Мы сейчас, как вы поняли, на завтрак зайдем. Быстренько покажем базовые блюда. Ну, наверное, самые лучшие какие-то подборки. Вот уличная терраса, опять же, главного ресторана. Она и по левую руку, и по правую. На завтрак ее не закрывают, не открывают, поэтому... Ну, на ужин все столики тут заняты. И еще, кстати, даже туда забавал рот есть. На улице вечером жарят тоже еду, гриль. Это огромный гриль стеклянный. Возвращаясь к теме этого бара, небольшое наблюдение, что здесь средний возраст ожидающего или отдыхающего чуть выше, чем в том баре, где вот мы... На пляже. Да. Где мы обычно находимся. Как-то внегласно так разделилась аудитория, что... Ну, мы направляемся в главный ресторан. А получается, здесь каждый найдет себе место, где он будет находиться и что делать. Покажи им немножко, иди. Да, по лестнице позже. По правую и по левую руку вы, куда бы ни пошли, попадете в одно место на завтрак. За едой. И по левую руку каши... Есть питание. Да. Супы есть там, понятно, вот сладости. Ну, необычное. Видите, острова, они как раз сделаны в форме круглых шайб. По сырам. Все равно сырые, да. Все необходимое есть. Я не скажу, что здесь сильно изысканное питание. Я как бы ожидала большего, но все вкусно. Есть слева интересный остров. Здесь что, Сэр? Давай покажем. Один из любимых островов многими. Этот остров, остров, можно сказать, шефа или необычных блюд. Здесь обычно там яйца пашот. С абокадо с красной рыбой. Бутерброды делают интересные. Там у нас какие-то сухие завтраки и овощи. Тоже диетическое блюдо. Ну, и еще один из интересных островов обычно на завтрак это вот этот. Здесь бывает критически либо красная рыба, авокадо в разных вариантах. Сегодня было и цельнокроеное, и намятое. Вообще, смотрите, вчера не было авокадо. Я подошла к шефу, спросила его, и мне вынесли нарезанный на обед авокадо. Так что, если у вас какие-то... Пожелания? С питанием, да, бывает всякое. Ребята с детьми аллергиками ездят, и им готовят специально для них. Здесь это можно просить. Вкус как раз происходит. Бутерброды. Ну, необычно, да, здесь сервировали бутерброды. По фруктам тоже можно пройтись, потому что здесь поинтереснее выбор, чем стандартный. Очень вкусные грейпфруты, драгонфрут. Кроме того, драгонфруктом довольно-таки часто декорируют блюда, арбуз вкусный был, помню. Декорируют блюда. Да. На уже сервировке. Там, знаете, красиво оформить сыры, там еще что-нибудь. Внутренняя часть, если вы разглядывали или обращали внимание, ну вот тоже перегородки различные. Зонированные все. Супространство, да. Кстати, это, мне кажется, чуть ли не первый ресторан, где реально тихо внутри. Ну, относительно тихо. Полагаю, из-за как раз большого количества перегородок эхо не так гуляет. Давай, расскажи. Огромная лестница, пожалуйста. Огромная, впечатляющая лестница. Первый раз мы ее увидели, даже как-то вот так не по себе, да, было? Потому что сверху ты смотришь, под тобой чуть ли не обрыв. Лобби. Когда-то было современно, красиво и стильно. Сейчас просто красиво и чисто. Это центральный корпус. Здесь находятся также номера. И... Ковер. Ковер, ковер Версачи. Обратите внимание, оригинальный. Фонтан посередине есть красивый. И пройдем по территории первого этажа, потому что здесь есть что посмотреть. Да, мы довольно-таки продолжительное время будем в главном корпусе вам показывать различные интересности. Вас встречают при заселении. Вы дают вам бумажку, присаживайтесь за столики, заполняйте пару фраз, и все, и ждете своего номера. Можете пользоваться отелем, даже если вы приехали сильно рано. Приветственные. Да, приветственные напитки при входе. К слову говоря, шампанское довольно-таки неплохое. Это просерка вкусная. Я все хотела сфотографировать название. Макароны. Шоколад. И шоколад. За нами главная входная и въездная группа. И далее, ну, представляемся. Здравствуйте. Спасибо. Со что спасибо? Что не убили? Пойдем в левую руку. Ресепшн. Что еще из главного? Главный бар. Мы идем в лобби-добар, и я его даже не видела еще. Скажем вам по секрету. Мы вчера снимали первый выпуск, засняли, все хорошо, и понимаем, что много чего не рассказали. Забегая вперед, там получилось 43 минуты выпуск. Этот выпуск будет длиннее, потому что много чего захотелось добавить. Например, вот этот бар-лобби вчера взяли, пропустили. Мы тут надолго можем застрять-то, так сказать. А здесь как раз-таки самая понятная выкладка, вот мы смотрим, что находится. Ставьте на паузу, кому интересно. Здесь вот вижу. Но по напиткам так же, как вот в предыдущем. В предыдущем баре. Я называю это «Есть все необходимое». Жизненно необходимое, я бы добавил. По пиву там Миллер, Бэкс. Она сама скрылась. А, да? Да. Вдруг у вас руки заняты, у вас там несколько стаканов, вы подходите к двери, она открывается. Уличная терраса главного, бара главного, лобби-бара. Есть и закрытая зона. Это курилка? Да. Смотри. Отель-то круглогодичный, поэтому это очень удобная история, особенно если куришь. Это прям как в соседнем отеле. Да. Симптомы откроются. Но вот этого не хватает в туалетных комнатах, потому что с туалетами здесь тоже такая интересная. Ух ты. Посадочные места. Красиво, да? Стильно выглядит. А, там зеркало. Сейчас спросим. Я думал, он большой. Спросит, вы точно здесь отдыхаете? Представляете, мы уже здесь третий день, и еще не все узнали, что находится. Ну, территория большая. Далее мы направляемся... Туда. И вот по этим шайбочкам, так как и колесишь, все круглое, входов, выходов много, и вот нет-нет-нет, да периодически теряешься в этих пространствах. А напитки такие, что грех не потеряться. К вечеру-то особенно. Тут, видимо, в зимнее время бар работает дополнительный. Да, сейчас он закрыт. Ну, во всяком случае, имеет смысл, наверное, показать посадочную зону. В таком же стиле оформлено, только уже не черное, а бежевое. Ну, и опять же, здесь есть выход на... Сейчас закрыт, на уличную террасу. И также она разделена на крытую часть и открытую. У этих баров есть название Blue, White, Black. Так, как был Black, этот White, а еще на улице есть Blue. Мы сейчас направляемся на эскалатор, как ни странно. Да, представляете? И не зря направляемся. Даже папкам будет интересно туда спуститься. Я, как папка с девятилетним стажем, подтверждаю. Что у нас здесь? Кофейня? Да, вот они, те самые эскалаторы, но пока зайдем в кондитерскую. Что у нас тут имеется? Работает она с 10 до 7 вечера. А время сейчас сколько? Время полодиннадцатого. Там булки, макароны. И здесь сладости. Довольно красивые, согласитесь. Здесь макароны, шоколад и булки. А то тихо, смотри, спокойное место, где можно посадить. А потому что здесь еще найти надо эту кофейню. Также есть уличные посадочные места, да, можно выйти. Мне кажется, мы бы не дошли, если не пошли снимать. Ну, не каждый, я тебе скажу, находит то, что мы уже донашли. А еще в этом здании много выходов. Можно везде где-нибудь выйти, и ты видишь на улицу. Вот, может, заходить. То есть есть выбор, где потеряться? Да. Ну, сын у нас сам все нашел в первый же день. Все эти игровые комнаты. Один искал. А Мироха для себя еще Google Map открыл. И ходит просто по отелям, по Google Map. И однажды, мы сейчас на эскалаторе, поэтому есть возможность поговорить некоторое время. Я однажды в большом отеле, Пайн Бич, ориентировался внутри отеля по Google картам. Очень большие корпуса. Итак, мы сейчас на нулевом или минус каком-то этаже. И то место, куда не только детям, но и родителям будет интересно зайти. Почему? Потому что практически это все бесплатно. Здесь есть боулинг, он платный. Ну, какая-то символическая там сумма. 5 долларов человека. Бильярд бесплатный. И есть много автоматов. Бильярд, причем, ну, нормальный бильярд. Есть и большой, есть и для детишек. Ну, пониже удобнее, чтобы играть было. Здесь две плойки, я так понимаю. Это PlayStation 4, но это не единственное место, где есть PlayStation. Мы еще в конце вам покажем, где пятых много. Да, и игровые автоматы. Ребята, восторг просто. Полчасика здесь потратить. Пострелять по всяким тараканам-вампирам. Ну, здесь поиграть в аэрохоккей. Зашибать баллы мячами. Ну, восторг. И все это бесплатно. Как раз наш клиент. Ну, пойдемте из этого, из этой атмосферы веселья. Спалили сына. Хоккей настольный. Мы вчера при Синнице играли, сыграли. Раз-раз, один сел, второй сел. Сына в хоккей поиграли. И нам нужно теперь найти еще спа. Да, он с другой стороны будет. Ну, я так предполагаю, можно пройти. Давайте здесь попробуем пройти. В спа-зону. Потому что все это на этом и даже находится. Это похоже на ресторан. Да, Сакура. Это есть указатели. Дискок даже есть, кинотеатр. Мы еще, ну, опять много чего не видели. Слышу звук вытяжки. Скорее всего, это... Спайта есть. Да. Мы уж сильно в спа не будем заходить. Мы покажем вам фитнес-зону и зону бассейна. Она довольно-таки интересная. Нет, мы вошли в основной ресторан. Так. Вон там есть указатели. Ну, вот примерно так и получается, что нет-нет, да куда-нибудь заблудишься. Здесь не то. О, а снимаем-то одним дублем. Ну, проматывайте. Нет, там ничего не пошло. Нет, да. Вновь мы в главном ресторане. Спа получается с той стороны. Что? Спа получается с той стороны. Если там выход, я не знаю. Наверняка здесь в ресторанах спа выхода не будет. Ну да, вряд ли. Но мы можем быть и на улицу? Вот. На шо? Вот тут может быть. Разделяемся. Слушайте, ну это, совершенно логично, что мы вырежем эту часть. Давайте это пока не найдем. Вот он. Нашли? Да. Отлично. Все. Здесь берет свое начало главный большой бассейн. Да, посмотрите, послушайте, как здесь тихо, красиво. А, мне еще очень нравятся лежаки в этом отеле. Все мягкие, удобные. И, повторюсь, всегда можно найти в любой зоне свободный лежак. Это у нас внутренний бассейн. О, как здесь громко. Здесь не сильно пахнет хлоркой, довольно-таки комфортно. Большое пространство. Здесь у нас фитнес-часть. Я прям зайду, одним глазочком покажу вам. Здесь, получается, для сайклов. Сайкла есть кардиозона, кардио-пространство. И во второй части уже зона с тренажерами. Получается, что довольно-таки много людей одновременно вот здесь находится. Они плотно расставлены. Тренажеры плотно расставлены друг к другу. Live Fitness. Марк тренажеров. А мы направляемся дальше. Что нашла? А я нахожусь возле витамин-бара, который работает с 10 до 8 вечера. Здесь можно выпить все живые-то напитки. Кофе, чай. Потанцуем. Опертные напитки запрещены. Ну и что? Направляемся далее. Мы сейчас выходим на улицу. Сориентируемся, где находимся. И продолжим дальше. Так, нам идти... Туда и через мостик налево. Дальше у нас по пути будет ресторан 24 на 7, где можно в любое время поесть с едой. Здесь проблем точно нет. Вы всегда найдете даже несколько мест, где вы можете перекусить и поесть нормальную еду. Снэк-бар, бич-бар, аквапарк, детский клуб 1, 2, 3. Здесь этого всего много. Как раз таки, которые реновировали недавно. Через мостик пойдем. Можно, наверное, ускорить шаг, потому что довольно-таки длительное время будем идти. И вот примерно такая обстановка будет. Я могу рассказать про номерной фонд, какой здесь есть. Смотрите, здесь есть главный корпус. Здесь есть небольшие корпуса, как мы живем. Их 6 штук. И самым в конце слева будут виллы. Есть сингл-виллы. Это на 300 квадратов. Прям большой дом. Есть дабл-виллы по 150 примерно квадратов. Каждый дом. На две семьи. И кто проживает в виллах? И есть, по-моему, самый прокачанный большой дом на 1400 квадратов. Там что-то на 16 человек говорили. 1500. Есть и такой, да. Козырный дом. Справа от нас главный корпус. Кто проживает в виллах, у них бесплатные кабаны. Бесплатный свой пирс небольшой. Им платить за это не надо. Так кабаны стоят 200 долларов на день. Вот, 200. Ой-ка, громко. Далее мы направляемся мимо дядьки с газон-косилкой, да? Вот это, к этой локации. Это ресторан 24 на 7. По меню. Особо на нем акцентировать внимание не будем. Покажем так в общих чертах, потому что мы тут, по-моему, ни разу и не... А, да, было дело. Не сказать, что... Ассортимент понравился. Супер уютно, да. Не сказать, что супер интересное меню. Поэтому... Ну, как-то в этот раз и в главном ресторане питаемся. Что странно для нас. И QR-кода-то нет, чтобы показать вам меню. Вот так он называется, турка. Есть еще внутренние посадочные места, но там их совсем чуть-чуть. Скорее всего, тут получше, когда вот не сезон, зимой приезжаешь, и внутри можно. А это конец бассейна, он с плавным входом, очень удобно с детьми. По поводу полотенца, они здесь везде на территории отеля без карточек. Берете, меняете. Ну, и из-за этого некоторые проблемы случаются с тем, что люди лежаки занимают. Вот так вот и везде не полотенца просто лежат. Да. Хотя их собирает. Вчера вот мы ушли, и Мюрех сказал, на пляже забрали наши полотенца. Но мы не занимали. Красиво, деревья постриженные, сформировавшиеся кроны радуют, и сосны. Это, кстати, большой плюс старого отеля, когда отель уже давно функционирует. Очень красивая зелень и территория. С правой стороны детский клуб, точнее, открытая его часть, а слева детский клуб, закрытая его часть. Пройдем направо, потом налево. Клуб здесь после полной реновации, поэтому стоит что посмотреть. Есть небольшая площадка с бассейном и открытая детская игровая площадка, но под навесом. Даже в сильной жару здесь будет комфортно. Мюрехов передянет его видит, кулу, какие горки, ему очень понравилось. Это сильно тяжело удивить. Ни разу не видел, чтобы здесь прям битком было забито детишками. Ну вот сейчас завтрак, можно сказать, прошел только, и, видимо, все на море пошли. Ну, обычно есть, видите, шевелится даже, качается качель. Кто-то был. С правой стороны столики это шиша-бар, а не только по резервации, просто присесть туда нельзя. Интересно, я думаю, уже не развито в отелях, это технология кальянная. А здесь вот используют, заказывают даже. Вот я столько кальянов-то не видел, уж много времени. Мы идем в закрытый детский клуб, он от 0 до 12 лет. Это второй детский клуб здесь. И он довольно-таки интересный и большой. Да, как ни странно, я противник детских клубов, их съемок. Я за детские клубы. Но снимать вы обычно не особо смотрите, проматываете. Здравствуйте, можно к вам? Да, конечно. Спасибо. А здесь действительно интересно посмотреть, где же детки-то сидят с телефонами. Тут есть лего-комната, кстати, вот дети даже играют. Здравствуйте. Так, пойдем туда. Что? Очень большое количество помещений, туалеты. Лазилки для малышей. Кинотеатр, он сейчас закрыт. Есть танцевальная студия, балетная, покажи. Дизайн мне очень нравится. Сказано, сделано, балетная студия. Не танцевал? Не тяни ногу. Далее у нас мягкая комната для совсем малышков. С телевизором. Следующая комната. Вуд-студия. Да. С поделками. Здесь, здравствуйте. Здесь мини-токарные станки и обрабатывают деревья. Видите, девчонки там почему-то. И арт-ром здесь. И глина. Месяц. Токарное искусство. И раскрашивать можно разные вещи. Да. Каждый день какое-то свое расписание. А зайцы вот не раскрасили. И справа еще зона. Это с детским рестораном. Сейчас он не работает. Да, завтра закончился. И еще смотри, здесь есть расписание по готовке еды, как это по мастер-классам. Каждый день в 11 часов какой-то свой мастер-класс по еде. Ну, как вам? Классно? Согласитесь? Чисто свежо. Новенько все. Уютно. Ну, если вы думаете, что это запуталось. Спасибо. До свидания. Думаете, что это все с детским клубом, это не так. Здесь еще есть чинейджерский клуб. Мы его покажем в самом конце, потому что тоже... Он немножко по логистике складывается так, что до него идти чуть подольше. Мы сейчас поворачиваем налево. Что у нас по программе? Так, мы сейчас пройдем мимо аквапарка. Не уходим далеко. Здесь вечером включается экран. Покажи направо. И что-то вроде спортбара получается. Есть место посадочное и футбол-бул. И спорт. И спортбол. Тут при чем вообще футбол? Да. Ну, аквапарк, вот чем не спорт. Куда-сюда бегать. Да. Аквапарк приближу, чтобы вы оценили, что... Ну, по крайней мере, цвета разные, да? Ну, есть вон прученая горка, даже на публиках. Свежая модель аквапарка 1965 года. Пойдемте дальше. Ну, наверняка они там выберут зиму, демонтируют, поставят новый. Дом новый или какие-то горки? Как с этой сценой, похоже, ее решили поменять. Потому что справа есть амфитеатр. Кроме того, в том нашем любимом баре есть еще одна сцена. Кроме того, маленькая сцена, которую вы уже видели, а мы вам показали. Тоже. Зачем тут еще пятая эта сцена? Какие программы будут в течение двух недель? Сегодня опять вечериночка. Отдельно стоящий бассейн. Здесь обычно тихо. Ну, и под пить никого нет. Время уже 11. Все, видимо, реально на море сегодня. Лежаки все с матрасами, с одноразовыми чехлами. Ну, красота, восторг. Зазвучала музыка. Нам нужно бежать сразу. Сзади была очередная, наверное, пятая или шестая зона с полотенцами. И мы зону с магазинами. Сейчас пойдем мимо Гезлиме. Да, вот уже готовят. Пойдем налево. Наверное, еще можно сказать о том, что очень много спортивных площадок. Волейбольный, теннисный, баскетбольный. И даже есть слева сейчас будет огромная футбольная. Потому что здесь есть академия футбольная. Предлагают предусиление ей воспользоваться. Нам сюда налево. Можно вот здесь посерединке пройти. Нам еще нужно слайд показать. И... Вот он. Гезлиме зона с посадочными местами. А там ресторан по меню. Снэк-бар. Снэк-бар. И есть QR-код, наконец-то. А, ну да. По такому случаю давайте зайдем. Очень красивая стена водная. Да, вечером подсвечивается. И бегущая по стене вода. Очень освежает. Вижу, кажется, QR. Снэк-бар работает 12 часов до 4.30. Пожалуйста, сканируйте. А мы направляемся далее. Дальше мы идем мимо кофейни, где очень много видов мороженых. Но до туда надо еще дойти. Сильно-сильно заранее. Начала подводку моя любимая жена. По левую руку в футбольное поле. Там пирс. Мы туда тоже зайдем. Ну вот сейчас удобное место, чтобы сориентировать вас. Вот мы в эту кофейню, потом в наш любимый бар, потом из бара на пирс. Из пирса уже в Тинеджерджерский клуб, который вообще хрен знает, работает сейчас или нет. В том смысле в это время. Вообще он работает. И сына туда не пустили? Клуб с 13 лет. Да, обмануть не получилось. Ну, наверное, это и хорошо, если следят. А то, представляешь, как с зонами 16 плюс во многих отелях. Не следят и все. Расскажи про мороженое. Практически всех цветов радуги есть мороженое. И можно еще добавить сверху немножко калории в виде орешков. Это у вас посыпки другой. Да, здесь пироги, булки и сладости. Кофе, hello. Кофе можно. Любое, холодное, горячее, в разных видах. О, мы уже в бар пришли. Да. Справа теннисные корты. И кисонько он бежит. И мы, как всегда, через какую-то заднюю часть давайте пройдем через главный вход в этот бар. Мне очень нравится здесь души. Покажи налево. Вдруг будет видно. Рамка стоит и сверху бежит теплая вода. Мы из бара выйдем и зайдем туда. Там есть что показать. Тут написано, что зона 16 плюс. Но днем здесь все с детьми. Все в купальниках. А вот вечером, когда уже начинается дискотека, вроде как сильно громко для детей. Поэтому, пожалуйста, вы проводите их детский клуб. Написано. На табличке. Вот тот самый бар. Здесь есть и мягкие посадочные места, и твердые для тех, у кого попа как орех. И сцена, та самая сцена, где проходят дискотеки. Вот на улице выставляют декор. Девчонки встают, танцуют при входе. Вот у Маши в сторис как раз есть, да, в этих последних или актуальных, как там это называется. И, собственно, бар. Что, в баре все то же самое, как в других барах? Здесь плюс еще есть миксол, в котором можете бы коктейль приготовить. Да, призумим. Ставьте на паузу, изучайте. Ну, все по большому счету, как и везде. Красиво и аппетитно выглядит. А мы выходим. Выходим через тот же вход, в какой вошли, а вот речь об этой дырке. И направляемся далее на пирс. Через зону для... С едой очередной. Я так хотела сказать. Да, да. Чтобы опять не забыть. Полотенце. Душ. И есть еще два места, где можно перекусить. Как раз дадим. Не буду говорить заранее, что это. Но ходить в этом отеле придется, потому что расстояния достаточно большие. В номер лишний раз не все пойдут. Да? Приходится жену уговаривать. Переночуй хотя бы в номере. Я люблю, когда большая территория отеля. Можно походить, хоть лишнее скинуть, то, что ты наел. Галеньких людей пока не будем снимать. Что у нас здесь? Зона выдачи полотенец. Порой там по два сотрудника бывает. Здесь фрукты. Не работают. В эти банки, да, сейчас не работают. В эти банки накладывают фрукты. И там, я не помню, что тоже еще не работает. Ну, как минимум, есть напитки в холодильнике. Да, газировка, айран и вафли. Вафли, да. Суть этих двух локаций в том, что ты можешь находиться в том баре и периодически радовать себя фруктами. А рамки, вот сейчас, которые видите, как раз людей нет, эти рамки, они уже с подогреваемой водой бегут. Что, конечно, радует. Далее у нас... Пляж. Пляж... Разделен на части... На часть справа слежаками и на часть слева, представляете? Тоже слежаками. И по центру один из двух наших пирсов. Также есть пирс маленький по левую руку. Он для зоны вилл. Ну, и мы там не были ни разу. А вот здесь... На этом пирсе есть небольшая фишка отеля. Не знаем, хорошо или плохо, но расскажем чуть дальше. Пока покажем вход в море. Песочек, конечно же, мягкий, пушистый. Его причесывают каждое утро. Небольшая галька при входе. И дальше очень плавный вход. Потому что даже ближе к концу пирса уже первый спуск, и там нам не полностью скрывают. Вот видно, что люди стоят. Очень удобно с детьми, кстати. Да. Из-за этого более пологого входа довольно-таки безопасно с детишками. Он ребенок далеко. Особенно для суетливых мамаш, которые глаз да глаз бедят за детьми. От этого приходится долго идти по пирсу. Да, пирс в связи с этим длиннее. Вы видите лежаки на пирсе. И видите, что много еще свободных есть. А все почему? Потому что они платные. 25 долларов с человеком. Но приносят фрукты, приносят в красивые бокалы шампанское. То есть это даже с сервисом. Хотя он здесь так везде есть. Но есть зона возле бара с посадочными местами. И это все бесплатно. Да. И по всей видимости, вот эта платная история с лежаками на пирсе приводит к тому, что здесь, посмотрите, как свободно. И тихо. Да. Особо никто сюда не идет. Ну, а что сюда суваться? Хороший бар. Удобные, комфортные посадочные места. Лежаки платные. Зачем сюда идти? И получается, тебе всегда на пирсе есть где присесть с красивым видом. Позапиливать стойки. Ну, что еще можно пожелать? Кроме как... Не, работающий бар. Здравствуйте. Спасибо. А почти. Что ж я опять спасибо-то говорю? Еще не пересли ничего. Да. Слушай, у меня вопрос. Мы пойдем в тинейджерский клуб? До туда долго идти? Ну да. Скорее всего, он не работает. Давай, шампанчик тогда. Да. Мы сейчас шампанского, наверное, закажем. Ты шампань, please. А, два шампанского, пожалуйста. Хорошего вам настроения. Спасибо, что досмотрели до конца. Хороших вам баров, пирсов, морей, отдыха. Команды, с которой вы приезжаете отдыхать, как можно чаще вам отдыхать, как можно в более красивые, классные отели. Вот мы в той зоне, где один за другим, посмотрите, просто жемчужина к жемчужине, прекрасные отели. Правильных выбранных отелей вам. Да. В нужное время, в нужный сезон. Это так к тому, что обращайтесь к нам за турами. Мы же теперь турагенты. Да какая красота-то. Пока. Пока. Пока.